МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гаубица – артиллерийское орудие, предназначенное для навесной стрельбы. Целью для гаубиц могут быть войска, расположенные за искусственными или естественными преградами. Навесную стрельбу также применяют для разрушения подземных убежищ, блиндажей и других полевых укреплений. Гаубица хорошо подходит для ведения огня в горной местности. Стрельба из этого типа орудий ведется, как правило, с закрытых позиций. Наш рассказ о гаубице Д-30, поступившей на вооружение советской армии в начале 60-х годов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во время Великой Отечественной в Красной Армии были гаубицы разных калибров. Причем, чем больше калибра орудия, тем выше по рангу стояло воинское подразделение, которому оно полагалось. Скажем, гаубицы Б-4 калибра 203 мм входили в состав гаубичных артполков особой мощности резерва главного командования. В числе их задач было количественное и качественное усиление артиллерийских группировок на главных направлениях. Корпусная артиллерия имела на вооружении гаубица калибра 152 мм. Дивизионной полагались гаубицы калибра 122 мм. Такие орудия были легче, поэтому обладали хорошей мобильностью. Во время Великой Отечественной основной дивизионной гаубицей Красной Армии была М-30. Сконструировали орудия в КБ под руководством Федора Федоровича Петрова. Гаубица широко применялась на всех фронтах. К концу войны было выпущено свыше 17,5 тысяч этих орудий. Гаубица оставалась на вооружении Советской Армии вплоть до 60-х годов. Собственно, на замену ей и разработали гаубицу Д-30. Сделано это было в конструкторском бюро завода номер 9, под руководством уже упомянутого нами Федора Петрова. Орудия приняли на вооружение в самый разгар ракетного бума, когда на традиционной ствольной артиллерии чуть было вообще не поставили крест. Тем ценнее сам факт появления на свет гаубицы Д-30. Гаубица калибра 122 мм, образца 1960 года, Д-30. Начальная скорость снаряда 740 метров в секунду. Наибольший угол возвышения 70 градусов. Угол горизонтального обстрела 360 градусов. Масса в боевом положении 3200 килограммов. Скорострельность 8 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы 15900 метров. Масса осколочно-фугасного снаряда 21 килограмм. Лафет орудий имеет оригинальную конструкцию. В то время как у большинства орудий две станины, у гаубицы Д-30 их три. Станины образуют для орудия своеобразную платформу, поэтому оно может вести круговой обстрел, легко меняя направление огня. Такая конструкция лафета предопределила и способ буксировки гаубицы. Если большинство всех орудий буксируется стволом назад, то Д-30 стволом вперед. Для этого на стволе есть специальное устройство. Оно называется шкворневая балка. Собственно, этой балкой орудие и цепляется за фаркоп тягача. В качестве тягового средства используются как колесные, так и гусеничные машины. Максимальная скорость буксировки орудия по хорошим дорогам может достигать 80 километров в час. При переводе в боевое положение колеса поднимаются выше уровня станин. После чего расчет разводит две станины под углом 120 градусов. В этот момент гаубица поднята на домкрате. Затем ее опускают. Для неподвижности орудия специальные сошники забиваются в грунт. Время перевода из походного положения в боевое составляет 2-3 минуты. Затвор гаубица Д-30 полуавтоматический, кленового типа. Ствол орудия нарезной. Он имеет 36 нарезов. Необходимые углы стволу придаются с помощью маховиков поворотного и подъемного механизмов. На орудии смонтировано щитовое прикрытие. Оно защищает расчет гаубицы и механизма самого орудия от поражения пулями и осколками. Щит также предохраняет расчет от действия дульной волны при выстреле. Хорошо заметная конструкция над стволом орудия – это противооткатные устройства, закрытые защитным кожухом. Сами противооткатные устройства представляют собой два цилиндра. Один из цилиндров – это гидравлический тормоз отката. При выстреле он поглощает энергию отката при отдаче. Второй цилиндр – гидропневматический накатник. После выстрела он возвращает ствол в исходное положение. Противооткатные устройства снижают разрушительные действия выстрела на лафет и обеспечивают устойчивость орудия при стрельбе. Нормальное давление в накатнике гаубицы – 46-48 атмосфер. Для сравнения, давление в шинах современного легкового автомобиля – около 2 атмосфер. В качестве рабочей жидкости в противооткатных устройствах гаубицы используется гидравлическая жидкость стиол-М. Она очень ядовита, что требует соответствующего обращения. Ствол орудия оборудован дульным тормозом. Применение этого устройства позволило снизить энергию отката примерно в два раза. Дульный тормоз съемный. Вот гаубица Д-30 со снятым дульным тормозом. Это орудие установлено на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Каждый день ровно в 12.00 оно производит холостой выстрел. Выстрел можно произвести, либо нажав непосредственно рычаг спускового механизма, либо дистанционно с помощью троса. В боекомплект гаубицы входят выстрелы раздельного заряжания. Сначала в ствол досылается снаряд, а затем метательный заряд в гильзе. Варьируя мощность метательного заряда, можно изменять дальность стрельбы. Основным снарядом, входящим в боекомплект гаубицы, является осколочно-фугасный. Для поражения пехоты снаряд устанавливают на осколочное действие. Для этого необходимо скрутить со взрывателя колпачок. В противном случае снаряд сработает как фугасный, то есть перед взрывом он немного углубится в землю. Это больше подходит для разрушения полевых укреплений, таких, например, как окопы. Помимо этого, орудие может вести огонь осветительными, дымовыми и агитационными снарядами. В боевой части последних находятся листовки. Для стрельбы по бронетехнике применяются кумулятивные снаряды. Стрельба в этом случае ведется прямой наводкой. Для этого на гаубицу устанавливается специальный оптический прицел. Дальность прямого выстрела по цели высотой 2 метра составляет 860 метров. При стрельбе с закрытых огневых позиций используют панорамный прицел. В артиллерийском искусстве стрельба с закрытой позицией является наиболее сложной. Наводчик цель не видит, а наводку производит по выбранным ориентирам на местности с предварительной топографической привязкой. В горах, где прицеливание наиболее сложно, ориентирование производят даже по солнцу. При стрельбе с закрытых позиций слежение за результатами огня ведется либо визуально, либо при помощи технических средств разведки. Для нужд ВДВ предусмотрено десантирование орудия на парашютной платформе. В 1978 году гаубица Д-30 подверглась модернизации. В таком варианте она называется Д-30А. На базе Д-30 создана самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Ее приняли на вооружение Советской Армии в начале 70-х годов. Орудие установлено по вращающейся башне. Д-30 стояла и стоит на вооружении более 50 стран мира. Гаубица применялась во многих военных конфликтах. По некоторым оценкам в мире насчитывается около 3,5 тысяч этих орудий. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин